Меня зовут Иван Травкин. Моё физическое тело, мой мозг находятся в Южно-Сахалинске. Здесь я живу и хожу на работу. Но это лишь часть истории. В сети моя идентичность распределена Россия, Европа, Америка. Мои данные хранятся в дата-центрах по всему миру. Осколки целого. Идентичность это то, что между. Совокупность связей. Ваш личный паттерн в глобальной сети. Все, с кем мы связаны, доступ в один клик. Друзья, коллеги и те, кого мы просто читаем в интернете. Все это наша персональная учебная сеть. Персональные сети позволяют выстраивать сообщество вокруг себя. А вездесущий мобильный интернет обращаться в любой момент. Главный организующий принцип – ваш личный контекст. Ситуация здесь и сейчас. Вы вводите ключевое слово. Остаются релевантные узлы. Это сообщество, которое поможет решить задачу. Когда требуются ответы, не впрок, а прямо сейчас, для приложения. Самое быстрое – спросить у тех, кто знает и пользуется этим знанием. Персональная учебная сеть так организует контакты из различных сообществ, чтобы встраивать их в наши контексты. Любые контексты. В учебу, работу, досуг. В середине прошлого века маршал МакКлюин предвидел расширение вовне. Интернет стал глобальной нервной системой. Мы носим на себе все человечество. Не лучшие достижения, а все как есть. И в этом опасность для незрелой личности. Для школьника, для ребенка. Это новое измерение их повседневного опыта необходимо учитывать и родителям, и учителям на уровне системы образования. Цивилизация – это мир взрослых образованных людей, но взрослым, тем самым, что создали цифровой мир, отвели роль эмигрантов. Кто сказал, что дети эмигрантов – аборигены? Наши дети – цифровые беспризорники, если рядом нет цифровых взрослых. Насколько велика эта пропасть? На другом конце дивана может значить на другом конце вселенной. Вообще в другой вселенной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова